Аккумуляторные шуруповерты Среди недорогих будет также два, это FinePower и CAD При этом все сегодняшние шуруповерты практически участвуют впервые в наших тестах А если говорить про CAD, это вообще новинка этого года В продаже появился недавно Сегодня с помощью наших приборов, а также разнообразных тестов Мы проверим полностью характеристики данных шуруповертов А также попытаемся понять, какая между ними разница Ну а в конце с помощью таблиц попытаемся ответить на главный вопрос Какой из них круче? В общем присаживайтесь, постараюсь коротко, но как обычно интересно Давайте знакомиться с сегодняшними конкурсантами В общем внешний вид, пойдем мы от самых габаритных к самым компактным В общем самый здоровый это FinePower То что зеленым пластик, то что черным обрезиненная часть Обрезинена у нас полностью рукоять, задняя часть шуруповерта Есть боковые обрезиненные вставки Также обрезинен у нас курок Шуруповерт имеет дополнительную рукоять Которую можно закрепить как справа, так и слева А также она тоже обрезинена Вес шуруповерта килограмм 846 грамм Вес аккумулятора 423 грамма Длину шуруповерт 24 сантиметра Патрон на 13 миллиметров, одномустовый, пластиковый Следующим у нас идет Makita Белый аккумулятор, это G-серия В общем то, что синим пластик, то что черным обрезиненная часть Обрезинена полностью рукоять, полностью задняя часть шуруповерта А также имеются боковые обрезиненные вставки Вес шуруповерта чуть меньше, чем у FinePower Килограмм 790 грамм Вес аккумулятора тоже меньше 387 грамм В длину такая же, как и FinePower 24 сантиметра Патрон пластиковый, одномуфтовый на 13 миллиметров Следующим у нас идет Bosch, это G-SB 180 В общем то, что синим пластик, то что черным обрезиненная часть Обрезинена у нас рукоять, задняя часть шуруповерта И по сути все Вес шуруповерта меньше, чем у предыдущих Килограмм 650 грамм Вес аккумулятора тоже меньше 347 грамм В длину на 3 сантиметра короче 21 сантиметр Патрон на 13 миллиметров, пластиковый, одномуфтовый Новый кат DX155 В общем то, что черным пластик и черным здесь также выполнена обрезиненная часть Обрезинена у нас полностью рукоять, нижняя часть аккумулятора А также имеются боковые обрезиненные вставки Вес шуруповерта самый маленький, килограмм 477 грамм Вес аккумулятора 399 грамм Длину шуруповерт самый короткий, 19,5 сантиметров Патрон на 13 миллиметров, одномуфтовый, пластиковый Если подводить итоги по внешнему виду, то сейчас вашему вниманию фотографии четырех шуруповертов Вид сверху, сбоку, спереди Короче, на мой взгляд, самый компактный это у нас кат Самый здоровый это Fine Power По дополнительным аксессуарам У Макиты Fine Power и Cut есть возможность повесить крюк Его можно повесить как справа, так и слева А вот у Bosch возможности повесить этот крюк нету При этом у Fine Power и Cut он идет в комплекте А вот у Макиты его докупать надо отдельно При этом у Макиты и Bosch есть возможность повесить страховочную петлю Ну и из интересного у Fine Power верхней части корпуса Что с одной, что с другой стороны есть магниты, на которые можно крепить биты Теперь погнали по характеристикам Начнем традиционно с оборотов Проверять их будем с помощью прибора, который называется мини-тахометр В общем, данные шуруповерты двухскоростные и больше всех на первой скорости нам обещает Bosch По паспорту там должно быть 500 оборотов Проверяем с помощью прибора, их там меньше, 460 Далее по обещаниям идет Fine Power Обещает нам 440 оборотов, а на самом деле там чуть-чуть меньше 430 Следующим идет Makita Обещает 400 оборотов, а на самом деле их меньше, 380 И замыкает все это дело КАТ Он обещает нам 400 по паспорту, а на самом деле их даже больше 405 Как эти обороты выглядят вживую? На второй скорости традиционно больше всех обещает нам Bosch У него там должно быть по паспорту 1900 оборотов Проверяем с помощью прибора, традиционно не хватает 1700 оборотов Вторым по обещаниям идет Fine Power По паспорту там должно быть 1650 оборотов Проверяем с помощью прибора, там их меньше 1590 Следующим идет КАТ Он обещает по паспорту 1600 оборотов А на самом деле их больше 1650 Ну и замыкает все это дело Makita Обещает нам 1400 оборотов А на самом деле на 100 меньше 1300 Как эти обороты выглядят вживую? Итоговая таблица по Emax сейчас перед вашими глазами Там также находятся все 4 шуруповерта Сделана отдельная графа, называется она 1 Ач Сделана для удобства дальнейших сравнений При этом по данной графе у нас выставляется ранжир, а также выставляются баллы Баллы выставляются следующим образом Максимальный балл это 1 балл, если бы результаты совпали с паспортными Ну а здесь, грубо говоря, мы берем графу 1 Ач, делим на 1000 и получаем количество баллов Далее будем проверять аккумуляторы Комплектуются данные шурики аккумуляторами 2 Ач Первым делом проверим емкость аккумуляторных батарей с помощью прибора, который называется iMax B6 С помощью этого прибора полностью зарядим батареи, а потом с одинаковым током будем разряжать Вашему вниманию фотография тестов Четвертое место занимает Fine Power Что здесь самого главного надо знать? Это справа, снизу, это количество миллиампер, которые мы смогли вытащить с батареи Должно быть по паспорту 2000 миллиампер, а на самом деле здесь 1629 Третье место занимает Bosch Здесь должно быть 2000 миллиампер, а на самом деле 1714 Второе место занимает Makita Должно быть 2000, а на самом деле 1819 Первое место занимает Kat Должно быть 2000, а на самом деле 1923 миллиампера Итоговая таблица по оборотам сейчас перед вашими глазами Там находятся все 4 шуруповерта В таблице что мы видим? У нас есть первая и вторая скорость по паспорту, то что получилось по прибору и сколько в процентах не хватает За данный этап я буду выставлять баллы Баллы выставляются следующим образом Если у нас обороты равны паспортным, либо же имеют погрешность в пределах 10%, то за это я выставляю полбалла Если погрешность больше 10%, то 0 баллов Тесты на iMAX это по сути теория, а всем интересна практика, а именно сколько саморезов закрутят данные шуруповерты Короче, давайте смотреть Четвертое место занимает FinePower На одном заряде батареи он смог закрутить 304 самореза После этого полностью разрядился Нагрелся сам шуруповер до 45 градусов Аккумуляторная батарея до 31 Третье место занимает Bosch На одном заряде батареи он смог закрутить на 21 саморез больше 325 саморезов После этого полностью разрядился Нагрелся Bosch до 50 градусов Аккумуляторная батарея до 37 Второе место занимает Kat По сравнению с Bosch на одном заряде батареи он смог закрутить на 39 саморезов больше, 364 самореза. После этого также полностью разрядился. Нагрелся он до 45 градусов, аккумуляторная батарея до 27. Ну и первое место занимает Makita. На одном заряде батареи она смогла закрутить больше на 5 саморезов, чем CAT. Это 369 саморезов. После этого также полностью разрядилась. Нагрелась до 38 градусов, аккумуляторная батарея до 30. Итоговая таблица по саморезам сейчас перед вашими глазами. Здесь также сделана отдельная графа 1 Ач для дальнейшего удобства сравнения. По этой графе у нас выставлен ранжир, а также идет выставление баллов. Баллы выставляются следующим образом. Результат мы делим на 100. Закручивание саморезов это проверка первой скорости. Теперь будем проверять вторую скорость. Для этого нужно что-то посверлить. У меня есть перья 38, есть доска толщиной 38 мм. Давайте смотреть, что получилось. Четвертое место занимает Fine Power. На одном заряде батареи за первый заход он смог сделать 10,5 отверстий. После этого у нас он нагрелся и перестал работать. Нагрелся до 68 градусов, аккумуляторная батарея до 41. После этого его остудили и смогли сделать еще 4 отверстия. Общее число 14,5. Третье место занимает Makita. Она за один заход смогла сделать 15 отверстий. После этого полностью разрядилась. Нагрелась до 49 градусов, аккумуляторная батарея до 48. На втором месте кат. Он за один заход смог сделать 15,5 отверстий. После этого, так же как и Makita, полностью разрядился. Нагрелся до 71 градуса, аккумуляторная батарея до 43. Ну и первое место занимает Bosch. Он за первый заход смог сделать 14,5 отверстий. После этого от нагрева перестал работать. Нагрелся до 40 градусов, аккумуляторная батарея до 53. После этого дали ему остыть и смог он сделать еще 2,5 отверстия. Общее число 17 отверстий. Итоговая таблица по перьям сейчас перед вашими глазами. Там также находятся все 4 шуруповерта. Сделана отдельная графа 1 Ач. Согласно ее идет ранжир, а также выставление баллов. Сколько отверстий сделали, столько баллов и получили. Далее будем проверять мягкий крутящий момент. Есть жесткий крутящий момент, есть мягкий крутящий момент. Об этом, блин, я каждый ролик рассказываю. Но жесткий момент измеряется, по сути, на грани поломки инструмента. И в жизни мало где применяется. А вот мягкий крутящий момент, это постепенное наращивание усилия. Как к примеру, закручивание здорового глухаря. В общем, берем динамометрические ключи и начинаем измерять. Измерять будем 2 положения. Это закручиваем до отсечки. И далее будем смотреть, как он крутит до усеру. 11,98 16,67 13,15 20,89 14,76 22,09 20,78 21,28 Итоговая таблица по моменту сейчас перед вашими глазами. Здесь я хотел бы отметить, что жесткий крутящий момент указывают все. А вот мягкий крутящий момент указывают единицы. И красным я отметил тех производителей, у кого нету данных по поводу мягкого крутящего момента. Но из практики обычно мягкий крутящий момент равен половине жесткого. Далее у нас здесь есть минимальный момент, есть максимальный момент и сколько в процентах не хватает. Баллы выставляются следующим образом. Если максимальный момент равен паспортным данным, либо же имеет погрешность в пределах 10%, то это 1 балл. Если больше, то 0. Ближе всех у нас была Makita, а также Fine Power. Теперь давайте перепроверим этот крутящий момент с помощью закручивания разнообразных метизов. Первым традиционно у нас будет соточка. И с этим саморезом справились все 4 шуруповерта. Далее я решил разнообразить нашу программу. Обычно нашел глухарь, который здоровее в несколько раз. Но многие в комментариях писали, проверь максимальное положение трещотки. Короче, на этом глухаре мы этим и займемся. Первым у нас начинает борт. Далее закручивают Makita. Fine Power. И кат. На мой взгляд, самая мягкая трещотка у Makita. Далее идет кат. Третьим идет Bosch. И замыкает все это дело Fine Power. Ну а теперь посмотрим, смогут ли эти шуруповерты закрутить до конца этот глухарь. Первым закручивает у нас Bosch. И с этим глухарем он не справился. Далее идет Makita. И Makita смогла его до конца закрутить. Fine Power также справился с этим глухарем. Без проблем закрутил его до конца. Кат закрутил примерно то же самое, что и Bosch. То есть чуть-чуть не хватило. Далее попробуем, смогут ли Bosch и кат докрутить этот глухарь. В общем, Bosch докрутил его с первого раза. А вот кат смог это сделать со второй попытки. Ну и традиционно попробуем все это дело выкрутить. То, что наши шуруповерты закрутили. Первым идет Bosch. Смог выкрутить только с пятой попытки. Makita сделал это с первой попытки. Fine Power сделал это с первой попытки. Кат это сделал с четвертой попытки. Далее усложним задачу и возьмем глухарь еще здоровее. С помощью него мы сможем понять, какой из шуруповертов мощнее. В общем, первым делом мы просто попытаемся закрутить их до отсечки. Больше всех закрутила Makita, а также Fine Power. Bosch и кат закрутили примерно одинаково. Следующим заданием у нас будет попробовать закрутить все это дело, как мы делали в тесте, до усрачки. В общем, по максимуму, до скольки они его закрутят. Makita и Fine Power докрутили примерно одинаково. Bosch докрутил меньше всех. Если говорить про кат, то попыток для докрутки ему понадобилось больше всех. То есть с каждым разом он по чуть-чуть докручивал. Теперь попытаемся выкрутить то, что закрутили наши шуруповерты. Bosch не смог. Makita сделал это с первой попытки. Fine Power выкрутил. Кат тоже смог выкрутить. В комментариях напишите, понравился ли вам тест метизов и смог ли я ответить на интересующие вас вопросы. А именно, в каких режимах и как работает шуруповерт. Надеюсь, данный тест был исчерпывающим, потому что мы объединили и теорию, и практику. Теория это закручивание с помощью динаметрического ключа, а практика это то, как это выглядит вживую. И на мой взгляд, цифры совпали. Это у нас была первая скорость. Но всем интересно, на что Шурик способен на второй. Для этого нужно посверлить. Сверлить мы будем древесину, но использовать в этот раз будем немного другие перья. Каждый ролик постоянно показываю фотографию, чем отличаются злые перья от обычных перьев. Сейчас будем использовать злые, это красные перья, а до этого были черные обычные. Они отличаются, обратите внимание на хвостовик. К чему это? Просто один бородатый Шерлок Холмс, который любит смазку, решил, что он открыл Америку. И по заказу Ивана Таранова снял тест, в котором использовал обычные перья и пытался доказать, что если на них давить, то результат будет один. Если не давить, то результат будет другой. Но в тестах мы постоянно показываем вот эти два пера и говорим, что вот это и вот это разные. Здесь за счет резьбы перо само вкручивается, его не надо давить. И за счет этой резьбы создается примерно одинаковое усилие, благодаря которому можно, грубо говоря, сравнивать между собой шуруповерты. В общем, давайте этим и займемся. 16-е перо осилили. 18-е перо осилили. 20-е перо осилили. 22-е перо справились. 25-е перо справилась только Макита. А вот 32-е перо Макита не осилила. Итоговая таблица по злым перьям сейчас перед вашими глазами. Сколько перьев осилили наши шуруповерты, столько баллов и получили. Самый лучший результат Макита, а у остальных все одинаково, по 4 балла. Далее проверим регулировку крутящего момента. В простонародье ее называют трещотка. Тест достаточно простой, называется лесенка. В общем, у нас есть столешница. Туда будем закручивать 35-е саморезы. В первом у нас начинает Макита. Далее Fine Power. Бош. И завершается это дело так. Вашему вниманию фотография лесенок. И напишите в комментариях, какая вам больше всего понравилась. Следующий тест это люфт патрона. В общем, в патрон зажимаем сверло 2 миллиметра. И смотрим, что у нас получилось. У Макиты люфт отсутствует. У Fine Power я люфта тоже не вижу. Если посмотреть на кат, то в принципе то же самое. Люфт отсутствует. А вот у Бош есть люфт примерно 1 миллиметр. Следующий тест у нас новый. Короче, про него писало очень много народу. И все хотели узнать, насколько чувствительный курок. В общем, сколько ступеней здесь присутствует. Короче, давайте начинать. Самое маленькое количество ступеней у Fine Power. Здесь всего 9 ступеней. Далее идет Бош. У него 10 ступеней. Кат имеет такое же количество ступеней. 10 штук. И больше всех у Макиты. 11 ступеней. В комментариях напишите, насколько важен этот тест. Стоит ли его оставлять на будущее. И понравилась ли вам реализация. На мой взгляд, с помощью тахометра была видна разница, насколько добавлялись обороты. И в принципе, у всех четырех шуруповертов курок плавный. Далее мы обычно проверяли подсветку рабочей зоны. Если говорить про Cut, Fine Power, либо же Bosch, подсветка здесь есть и располагается снизу, в районе аккумуляторной батареи. На мой взгляд, это самое лучшее расположение. Но если мы возьмем Макиту, то здесь подсветка отсутствует. Ее нету вообще. Поэтому сравнивать смысла нет. Минусы Макиты на этом не заканчиваются. В общем, если мы говорим про индикатор заряда батареи, то у всех шуруповертов он присутствует и находится на аккумуляторной батарее. А вот у Макиты его нет. Ни на батарее, ни на самой тушке. Данные шуруповерты имеют три режима работы. Режим сверления, режим закручивания и сверления с ударом. Но переключение этих режимов реализовано по-разному. Если мы берем Fine Power, то здесь реализовано стандартно. То есть режим сверления идет после всех режимов трещотки, а режим удара только после сверления. Если мы говорим про Cut, Макиту, а также Bosch, здесь есть дополнительное кольцо, которое отвечает за смену режимов. То есть можно отдельно включить сразу же режим закручивания, после него сверления, либо же, если нужно, режим с ударом. Теперь вашему вниманию тест режима удара. В общем, вначале мы берем тонкое шестое сверло. С этим сверлом справились все четыре шуруповерта. Далее возьмем что-то поздоровее. Это у нас десятка, и с десяткой также они справились. Теперь самая интересная часть. Берем баллы за каждое испытание. Сплюсовываем и смотрим, что у нас получилось. Итоговая таблица сейчас перед вашими глазами. Согласно этой таблице, у нас выставлены шуруповерты по ранжиру. От самого лучшего к самому худшему. Самый лучший вариант это Макита. Далее с небольшим отрывом у нас идет Cut. После этого идет Bosch и замыкает все это дело Fine Power. Согласны вы с этими результатами, не согласны? Пишите в комментариях. Далее у нас сделана отдельная таблица, о которой вы все просили. Это цена, сколько шуруповерты стоят. Если посмотреть на цену, то самый дорогой шуруповерт это у нас Bosch. Далее идет Макита. После этого идет Cut и завершает все это дело Fine Power. При этом Fine Power стоит дешевле, чем в два раза, например, чем тот же самый Bosch. Далее, как вы также и просили, это отдельная графа. Это вот полный итог. Короче, смотрите. Мы берем цену и делим на количество баллов. Грубо говоря, соотношение цена-качество. И что из этой таблицы мы видим? Что самый лучший вариант это теперь уже Fine Power. Далее идет у нас опять Cut, Макита и завершает все это дело Bosch. В общем, согласны вы с такими результатами, не согласны? Пишите в комментариях. По поводу того, сколько стоит и где можно приобрести. Все сегодняшние шуруповерты можно купить в одном месте, а именно в сети магазинов DNS. В DNS огромный выбор разнообразных шуруповертов, как по цене, так и по бренду. Огромный выбор строительной, а также садовой техники. Цены для сегодняшней таблицы я также брал именно из DNS. Почему? Да все просто, потому что Cut можно приобрести только в сети магазинов DNS. Он там продается эксклюзивно. И в Fine Power тоже практически весь модельный ряд продается только в DNS. Ссылку на данные инструменты я, как обычно, оставлю в описании. Пройдя по ней, можно будет узнать актуальные на данный момент цены. Итоги вышеуведенного, а также мое мнение. В комментариях напишите, как вам сегодняшний выпуск. Какой из шуруповертов вам понравился больше всего? И каким шуруповертом вы сами работаете? Если вам интересно мое мнение, то оно достаточно простое. Я полностью согласен с сегодняшними выводами, особенности с таблицей. Согласны ли вы с этой таблицей? Также жду вашего мнения. По поводу цен все тоже достаточно просто. У нас есть два шуруповерта. Разница в цене у них в два раза. Ну а в комментариях напишите, увидели ли вы в сегодняшних тестах по работе разницу вот эту в два раза. Ну и на этом сегодня все. Если ролик оказался интересным, либо же полезным, отблагодарить достаточно просто. Лайк, репост, подписка, комментарии и тому подобные простые действия. От вас требуется всего лишь клик, и этот клик помогает нашему каналу расти. В общем, в описании есть дополнительные соцсети. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok